Привет, Энелпер! В этом видео мы с тобой разберем, как люди дурачат в буквальном смысле друг друга с помощью слов. Например, совершенно безобидная на первый взгляд фраза, которая звучит так «Я хочу, чтобы ты стал лучше» несет в себе косвенное сообщение о том, что ты сейчас не окей. Другими словами, тот человек, который тебе говорит эту фразу, считает, что сейчас ты недостаточно хорош. А ты сам, того не подозревая, проглатываешь эту установку. Ты не возражаешь этой установке. Человек тебе говорит «Я хочу, чтобы ты стал лучше». И ты думаешь «Да, действительно, человек желает мне хорошего». Но на самом деле нет. И ты либо проглатываешь эту установку, либо не знаешь, как этой установке возразить. Или, может быть, ты действительно считаешь, что ты недостаточно хорош. Этот пример мы разберем немного позже, в конце видео. Что делать с такими установками, которые тебе внушают другие люди, и как им противостоять. Ну а пока мы разберем простые классические обобщения. И посмотрим, как люди вводят друг друга за нос с помощью данного рода обобщений. Классическое обобщение в речи твоего собеседника можно легко распознать, если он говорит фразы, в которых есть слова. Все, все, всем, всегда, постоянно, ну и так далее. И ты знаешь, порой эти фразы звучат более чем убедительно. Давай разберем небольшой пример. К примеру, ты слышишь от своего знакомого фразу. Давай сходим, посмотрим в кино такой-то фильм. Сейчас его все смотрят, и он всем нравится. Звучит реально очень убедительно. Но давай разберемся в контексте этой фразы. Дело в том, что слова все, все, вся, всем, они заражают нас инерцией. И некоторые люди вольны этой инерцией заражаться. Но мы-то с тобой не такие, согласен. И когда ты слышишь фразу, в которой есть слово все, все, вся, всем, ты можешь противопоставить какой-то пример, который покажет исключение. Например, если ты услышал фразу, давай сходим на такой-то фильм, посмотрим его, он всем нравится, и все от него в восторге, ты можешь задать вопрос своему собеседнику. Действительно ли все его смотрят? Есть ли люди, которые его не смотрят? Есть ли люди, которым этот фильм не понравился? И таким образом ты заставишь своего собеседника задуматься. И на самом деле, мой дорогой Энелпер, обобщение это очень приятная вещь. Мы склонны обобщать, но несмотря на то, что они достаточно приятны, они имеют свойство на нас очень сильно влиять. Потому что, когда мы слышим фразу, в которой есть слово все, мы как бы формируем у себя установку, что это действительно так. А вот еще одна хорошая убеждающая фраза. Мы делаем все возможное, что от нас зависит, чтобы вам помочь. Наверняка ты где-то мог слышать такую фразу. И звучит очень убедительно. Мы делаем все, что от нас зависит. Ну прям классно звучит. А вот если ты задашь вопрос, а что именно вы делаете? Что именно от вас зависит? Как именно вы пытаетесь мне помочь? Таким образом, ты заставишь своего собеседника пояснить конкретные действия, которые он скрывает за фразой «все возможное». Ведь на самом деле за фразой «все возможное» может стоять совершенно все, что угодно, а очень часто стоит вообще ничего. А вот еще одно популярное обобщение, которое может вызвать у тебя ощущение ложного согласия, либо даже чувство стыда. Давай разберем более конкретно такую фразу. Допустим, тебе кто-то говорит «слышал новость?» Вопросительно говорит. И имеется в виду какое-то событие. Ты отвечаешь «нет, не слышал». И тебе в ответ говорят «да ты что? Как ты мог о таком не знать? Как ты мог о таком не слышать?» И действительно, когда ты услышишь такие утверждения, ты можешь почувствовать себя слегка неразвитым человеком. Но у тебя есть мощное противоядие. Это вопросы. Ты можешь задать вопрос «кто именно об этом уже знает?» Есть ли люди, которые еще об этом не знают? Следующий вопрос, который ты можешь задать. Спроси у своего собеседника «как ты решил, что я об этом должен знать?» И в этот момент ты заставишь твоего собеседника задуматься. И он перестанет вызывать у тебя чувство стыда. И не будет вызывать у тебя желание согласиться с чем-то. Потому что вот такая фраза «слышал что-то» как бы ставит тебя в неудобную позицию. Как будто ты можешь прослыть невеждой. И многие люди, не желая прослыть невеждой, начинают говорить, что они чего-то знают. Хотя на самом деле не знают. Следующий вид коварных словесных ловушек – это долженствование и необходимость. Ты знаешь эти примеры прекрасно. Например, классическая пословица. Можно ее так назвать. «Каждый мужчина должен посадить дерево, растить сына и что-то там еще сделать. Построить дом, к примеру». И здесь ты можешь тоже противопоставлять с помощью вопросов. Почему мнению каждый мужчина должен то-то, то-то, то-то? Что если он родит не сына, а дочь? Что если он построит не дом, а квартиру? Что будет, если мужчина не будет сажать деревья? Он что, после этого перестанет быть мужчиной? Но людям приятно вестись на такого рода долженствование. Задавай вопросы. Будь немного критичнее, чем обычно. Это очень полезный навык. А вот еще один классический пример необходимости. Представь ситуацию, что какой-то авторитетный для тебя человек, ну допустим, друг, подруга, мама, папа, учитель, кто угодно, говорит «Да тебе это не нужно!» Вот ты хочешь что-то сделать, а тебе говорят «Тебе это не нужно!» Что ты можешь здесь противопоставить? Ты можешь спросить «А почему мнению мне это не нужно?» Либо второй классный вопрос. Спроси того человека, который тебе утверждает, что тебе что-то не нужно. Спроси его «Скажи, как ты решил, что мне это не нужно?» И здесь ты услышишь ответ «Что я это понял из своего личного опыта». Здесь ты тоже можешь противопоставлять вопросами. Как ты считаешь, твой личный опыт может являться важным критерием для моего личного опыта? «Я, допустим, хочу получить свой личный опыт». И такими вопросами, такими вопросами ты будешь, во-первых, спасать себя от оболванивания. Потому что люди действительно очень часто пользуются этими словами. Все, все, всегда, должен, обязан, необходимо, ну и так далее. Мы сейчас разберем еще несколько примеров. Но ты уже должен уловить, видишь, я даже тебе говорю, ты должен. Нет, ты ничего не должен. Я считаю, что ты можешь использовать вопросы специфические, которые не будут давать твоему собеседнику возможность, чтобы он мог обвести тебя вокруг пальцев с помощью обобщений. Давай еще раз разберем эту интересную цепочку. Кто-то утвердительно говорит тебе, тебе это не нужно. Ты его спрашиваешь, по чьему мнению мне это не нужно? Либо ты ему задаешь вопрос, как ты решил, что мне это не нужно? И тебе человек говорит, я считаю, что ты должен. Ты ему сразу задаешь вопрос, по чьему мнению должен? Он тебе говорит, ну я так считаю. Ты ему говоришь, отлично, ты так считаешь. Правильно ли я понял, что это твое мнение? Он говорит, да, это мое мнение, я тебе советую, а ты вслед можешь сказать, знаешь, если ты мне советуешь, то я имею полное право не пользоваться твоим советом. И еще, мой дорогой Нелпер, тебе может показаться, что эти вопросы слишком занудные. Так я тебе могу сказать, лучше прослыть занудой, чем оказаться облапошенным с помощью слов. Просто запомни эту фразу, лучше прослыть занудой, но знать и понимать, что тебе говорят и как тебе говорят и для чего тебе это говорят, чем просто вестись на поводу у других людей. И вообще, изучай НЛП, это очень полезно. Можешь пройти по ссылке в описании и изучить программу моего обучающего курса. Там ты научишься еще больше противостоять подобного рода манипуляциям. Ну а мы идем дальше. Вернемся к тому примеру, о котором я говорил тебе в начале видео. Эта фраза звучит так. Я хочу, чтобы ты стал лучше. Эта фраза имеет под собой косвенное послание, либо предположение о том, что ты сейчас не окей, или о том, что ты сейчас недостаточно хорош. И что можно здесь противопоставить? Давай разберем цепочку. Тебе кто-то говорит, я хочу, чтобы ты стал лучше. Ты ему задаешь вопрос, а как ты понял, что я недостаточно хорош? Что на этот вопрос может ответить твой собеседник? Он тебе ответит, но я на самом деле не имел ничего плохого в виду. Я желаю тебе только хорошего. И в этот момент внутри ты можешь возрадоваться, что ты его сделал. Ты можешь задать следующий вопрос и спросить его, а чего именно хорошего ты мне желаешь? Но он тебе опять скажет, я хочу, чтобы ты был лучше в каком-то вопросе. Он начнет добавлять конкретики. Тогда ты ему задашь вопрос, а как именно ты понимаешь, что я именно в этом вопросе недостаточно хорош? Объясни мне, пожалуйста, чтобы я тоже понимал какие-то критерии оценки. И здесь ты будешь слышать много фраз оправданий. И напоминаю, что это уже твоя более сильная позиция. И будешь заставлять человека думать. И что я тебе могу сказать, задавая подобные вопросы, твой собеседник, когда он уже поймет, что тебе нельзя просто так вешать лапшу на уши, он либо перестанет тебе говорить всякую ерунду, либо будет очень тщательно продумывать все те фразы, которые он тебе говорит. Потому что каждой фразе, обобщенной, искаженной, у тебя есть что противопоставить. Давай разберем еще один пример. Допустим, тебе кто-то говорит, ты мог бы зарабатывать больше. Здесь ты можешь задать вопрос, как ты понял, что я зарабатываю недостаточно? Или следующий вопрос, который ты можешь задать, спроси его, по каким критериям ты будешь оценивать, насколько достаточно я или недостаточно зарабатываю? И здесь твой собеседник коварный, он тебе скажет, ну тут все понятно. Зарабатывать меньше такой-то суммы в месяц, это зашквар. И в данном случае ты его можешь спросить, а есть ли люди, которые зарабатывают меньше такой-то суммы в месяц, но которые не зашкварились? И в этот момент ты можешь опять внутри себя начать ликовать, потому что твой собеседник будет а-м-э-м-экать-мэкать-бэкать. Почему? Потому что ему просто придется задуматься о том, что он тебе говорит. Итак, мой дорогой Нелпер, подведем небольшой итог. Если ты начнешь относиться к своему общению, к коммуникации более критично, начнешь задавать специфические вопросы, которые будут выводить твоего собеседника на чистую воду, что ты имеешь в итоге? Во-первых, ты не пропускаешь в себя всякие левые чужие установки. Дальше ты избавляешь себя от чувства стыда. Ну и в конце концов, ты заставляешь своего собеседника думать, и он уже не будет лезть к тебе со своими кривыми внушениями. Мне кажется, от этого сплошная польза. Но если ты получил пользу от этого видео, я попрошу тебе принести немного пользы и мне. Напиши в комментариях, какой из примеров тебе понравился больше всего. И также мне будет полезно узнать твое мнение, нужны ли тебе еще примеры с коммуникативными стратегиями, именно со стратегиями общения на моем канале. И кстати, очень рекомендую тебе посмотреть мое видео про двойные послания. В нем ты поймешь, как люди манипулируют другими. Я приказываю тебе не выполнять мои приказы.